Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре легендарная примочка Proco Red. Правда, в исполнении китайской компании Amoski Audio. Вот такой вот Black Red, купленный мною на Алиэкспресс за 20 долларов. Вообще, среди всех транзисторно-диодных дисторшенов Proco Red лично для меня занимает отдельное место, являясь олицетворением такого агрессивного, максимально тяжелого андеграундного гитарного звука. То есть это не какой-нибудь легенький перегруз или четкий вымеренный дисторшен. Нет, это брутальный, тяжелый, рваный гитарный звук. Хотя крыса появилась в далеком 78-м году. Это была одна из самых первых транзисторно-диодных примочек. До нее были DOT-250 и MXR Distortion+. Хотя Proco Red, ну и Black Red, как его клон, обладает куда большим запасом гейна и агрессии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, друзья, помимо вот этого Black Red я купил еще целую кучу гитарных примочек с AliExpress. И только от вас будет зависеть, как быстро мы их послушаем и сделаем из них сверхбюджетный педалборд. Они стоят где-то по 15 долларов в месяц с доставкой. Так что прямо сейчас поставьте лайк под этим роликом и напишите какой-нибудь комментарий, чтобы я увидел, что вам эта тема интересна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это классическая схема Proco Red. Как видите, она очень простая, поэтому ее любят часто копировать. В основе, в базе нашей схемы лежит микросхема чип LM308. Его усиление в обратной связи задается как раз ручкой дисторшн 100 килоомником логарифмическим. Вот этот фильтр отвечает за срез низа, но он его срезает не так, чтобы сильно, недостаточно сильно, чтобы сделать суперчеткий дисторшн без низа. А предэквализация у нас очень слабенькая. В том плане, что она как бы есть, но она очень мало влияет. А верхние частоты у нас срезаются вот этим фильтром. 1 килоомпульс, 1 анофарад, но это реально слабо. То есть шум в основном там срезает и все. То есть гитарный сигнал практически не затрагивает. И низ у нас тоже практически никак не режется. 22 анофарада и 1 мегаом – это очень мало. А дальше идет классическая цепочка на диодах 1N914. Регулировка тона, простейший фильтр низких частот 3.3 анофарада и выходной буфер. Все. Очень простая схема. И поэтому я часто люблю, во-первых, клонировать, а во-вторых, начинающие диайвайщики собирают, наверное, одну из самых первых своих схем, вот как раз на основе Proco Red. Я свой первый Proco Red собрал в 2002 году. И после этого, сколько бы я схем разных не собирал, я постоянно сталкивался с тем, что они так или иначе похожи на классическую схему Proco Red. КОНЕЦ 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 Примочка выполнена в стандартном Snickersize формате. True Bypass на кнопке 3PDT, громкость, дисторшн, фильтр, он жетон и переключатель Vintage и Turbo. У Proco Red было несколько разных вариантов. Был классический Proco Red, вот в 1978 году выпустили. А в 1979-м там поменяли корпус, в общем, несколько раз они делали, в нескольких итераций было до современного Proco Red. И также был вариант Turbo. Turbo отличает от Vintage наличие других диодов. То есть здесь классическое диодное ограничение, как мы посмотрели уже на схеме. В оригинальной схеме, вот это Vintage как раз, там стоят кремниевые 1N914, а в Turbo режиме там стоят светодиоды. Соответственно, в Turbo режиме у нас меньше перегруза, он более динамичный, более прозрачный звук и больше громкость на выходе. А вот в Vintage режиме у нас больше гейна, больше компрессии и звук на выходе тише. Но за счет большого запаса громкости все это дело спокойно настраивается. Это, кстати, многих смущает, что в Vintage режиме такая примочка звучит более агрессивно и более тяжело. А вот в Turbo более легко и более прозрачно. Стандартный вход-выход, ничего обычного и питание от 9 вольт. Питаются, как правило, такие примочки где-то до 5 мА. По-моему, у Procore Red даже с ярким светодиодом 3 или 4 мА. То есть реальное потребление. То есть любого блока питания, ну желательно, чтобы не совсем фигово было. Если импульсный, ну хотя бы там более-менее адекватный. А трансформатор, она так любой с коренкой подойдет. То есть 100 мА с головой хватит. Все, 100 мА это максимум, что нужно для этой примочки. Таких примочек тут десяток можно запитать без каких-либо проблем. Субтитры делал DimaTorzok Обратите внимание, как даже на большом гене отлично слышно, когда я на гитаре включаю отсечку. Давайте посмотрим, что находится внутри нашей коробки. Ну что ж, на мой взгляд, все выглядит очень неплохо. Радует, что нет SMD компонентов. Не так, чтобы у меня была на них сильная аллергия, но все-таки в такой примочке хочется видеть выводные детальки. Кнопка настоящая 3PDT. И это дает нам самое что ни на есть трубой паз и индикацию. Откручиваем поты и видим вторую часть схемы на второй плате. Дешевые, но все-таки пленочные кондеры. А это хорошо. И мы также видим те самые диоды, между которыми переключаемся тумблером. Обратите внимание на толщину текстолита. Кажется, он толще, чем и Сабхоя, где-то раза в два. Продолжение следует... Кажется, он толще, чем и Сабхоя. Кажется, он толще, чем и Сабхоя. Кажется, он толще, чем и Сабхоя. Дальше. каких-то неимоверно накрученных там ограничителей, каких-то асимметричных и активных темброблоков. Ничего этого нет, все очень просто, как мы уже на схеме убедились. Но за счет того, что в этой схеме практически нет предаквализации, то есть низ не режется так, как он режется в других примочках, то звучание Proca Red будет очень сильно зависеть, я бы даже сказал, кардинально будет зависеть от гитары, которую вы подключаете. А от строя, в котором вы играете, от толщины струн и, конечно же, от звукоснимателей. Если у гитары стандартный строй, какие-то синглы или не хайгейновые хамбакеры, то мы слышим более-менее классический такой жирненький дисторшн. И только выкрутив дис на максимум, мы получаем уже такой фузовый оттенок. То, подключив гитару в пониженном строе, еще и с мощными звукоснимателями, мы получаем конкретный жирнючий дистофуз. КОНЕЦ КОНЕЦ О максимальном положении дисторшна, еще и в режиме винтаж, как это ни странно, мы получаем звук турбины с полностью зажеванной атакой. Это настоящая стена мощного гитарного звука. Но, собственно, не зря эту примочку любят устанавливать свой педалборд, а гитаристы, играющие в стилях сладше дум. КОНЕЦ 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 В целом, отличная примочка, хорошо собрана, и за 20 долларов, я считаю, это шикарный вариант. А, собственно, я оставляю ее у себя в коллекции. Друзья, огромное спасибо, что вы не забываете ставить лайки и писать комментарии, потому что, если вы этого делать не будете, YouTube утопит этот канал, и кто же вам будет рассказывать про такие примочки? Про такие примочки, про вот такие вот примочки, про всякие cool music и прочее. Друзья, я этих примочек накупил очень много, и мне они, в принципе, не нужны. Я их покупаю, чтобы вам про них рассказывать, потому что многие спрашивают, а обзоров нормальных нет. Я надеюсь, я делаю не самые плохие обзоры на YouTube, и я вам благодарен, когда вы на это реагируете, смотрите эти ролики, делитесь ими со своими друзьями. Огромное спасибо моим патронам, спонсорам и бустерам. Друзья, если вы хотите меня поддержать, все ссылочки будут в описании. На эти деньги я покупаю как раз эти примочки. Ну а с вами был, как всегда, Кирилл. Всем удачи, пока!